собираем репитер на коленке из дешевых китайских радиостанций немножко расскажем про это дело вкратце решили сделать репитер на двух таких радиостанциях но как оказалось а вокса в нем нет он был на сайте заявлен а по факту его там не было это был один минус такие рации как это все работает для того чтобы объединить две рации сделать репитер нам нужен будет диплексер диплексер естественно был заказан на алиэкспрессе ссылку на продавца я покажу действительно пришел очень хороший диплексер и главное был качественно настроен мы это проверяли анализаторы спектра потеря у него было позаявлено 75 но по факту получилось 83 децибела развязка между выходами то есть на попросили китайца сделать низкую 146 высокую 150 мегагерц то есть разнос у нас получился 4 мегагерца полосы этого в принципе достаточно то есть лау хай как это должно работать в принципе то есть берется одна радиостанция берется 2 радиостанция это значит подключается у нас сюда этот выход к этой давайте вставим ваш вставка вот так просто вставьте нас она пойдет мастер работает очень медленно сегодня не выпил с утра говорит не хочу работать то есть вот по такому принципу диплексер у нас объединяет то есть принципе можно было бы конечно поставить две антенны как некоторые делают репитер там на двух антеннах но влияние одной антенны на другую то есть передатчика на приемник на приемный тракт будет огромная потому что две антенны рядом плюс две антенны рядом это соответственно меняет ксв антенны друг от друга по отношению соответственно будет один кабель на высоту 20 метров и будет уже у нас там стоять соответственно одна антенна настроенная на 150 мегагерц на 146 выведена ксв 1 1 она у нас уже есть и соответственно уже не будет передачи на прием влияния потому что как это вообще работать будет сигнал приходит на 150 мегагерцах на приемную радиостанцию с выхода на динамик идет передача амплитуды соответственно выходит амплитуда какая-то голосовая это попадает на приемное устройство она здесь стоит на схемку степана достанешь химку это там от лежала в бумажке файлики приходит значит на схему и она открывает передачу в этой радиостанции и соответственно все это дело пошло в эфир также по антенне но уже на 46 мегагерцах в черной папке был файлик так лежал со схемой вот соответственно здесь уже вот у нас микрофон здесь стоит точнее выход под динамик вот значит принципиальная схема очень блестит соответственно это у нас будет соединена вот там вот будет так вот стоять это уже отлажено проверенный работает просто сейчас ждем переходничок на антенну вот принципиальная схема работы пришел сигнал на радиостанцию динамик заговорил появилась значит открылась а коллектор нажала соответственно кнопка птт и а звук уже идет то есть сработка получается как как только нажал на передачу сразу же соответственно открылся то есть как только здесь появилась прием то есть нажалось на передачу на радиостанции удаленной сразу же пошел фоновый шум хотя даже без голоса этого шума достаточно для начала передачи то есть происходит мгновенно если с воксом проблема в том что нужно говорить а или б а потом только говорить и и да еще бы чтобы потом вокс не закрылся в промежутке молчания какого-то то здесь этой проблемы нету это лучше вокса в итоге работает что еще сказать ну ради того что только можно сказать одно что уграться говно в принципе китайский это чисто эксперимент поставить посмотреть как то можно использовать и 50 ваттные какие-нибудь там моторолки там или айкома чего-нибудь или felcon и если поспорить а felcon и не делают не только видеорегистратора делать то есть вот такой вот принцип работы и это действительно будет полноценный репитер потому что открытие передач идет по небольшому шуму для того чтобы не было наводок было принято решение поставить суп тонна передачы на прием тем самым мы избавились до лишних помех принимающих на приемнике соответственно передача идет по суп то не прием идет по субтону соответственно вот этот приемник принимает только тот на этой частоте только с определенным cosplay он не отрабатывает другие ложные приемы соответственно был выставлен шума дав иску и ленка на минималку и соответственно даже при слабом сигнале он сразу же будет открываться соответственно здесь тоже самое было сделано также передается определенным субтоном на частоте и соответственно даже приемник вот этой радиостанции также не отрабатывает потому что 46 мегагерц с этим субтоном здесь ничего не принимают а